Здравствуйте! Православная энциклопедия в самой молодой епархии Русской Православной Церкви. А еще это самая западная точка России. В былые времена здесь жили древние пруссы, и христианство на эту землю принесли тевтонские рыцари. Огнем и мечом принесли рыцарей христианство в Пруссию. Лишенные добровольного выбора веры, древние пруссы упорно защищались. Замок Бальга – один из немногих уцелевших памятников той эпохи. В 1239 году пруссы безуспешно попытались разрушить этот первый оплот крестоносцев на их земле. Но орден устоял и двинулся дальше на восток. С тех пор эта земля не раз становилась ареной кровопролитных боев. Но самые страшные проходили здесь весной 1945-го, во время Восточно-Прусской операции. Бои на территории Восточной Пруссии были тяжелыми, прежде всего для Красной Армии, которая до октября 1944 года шла победительницей. Представьте себе психология солдата. Его встречают цветами, ему внушают, что он освободитель. Он подходит к границам, и этап освобождения заканчивается. Он переходит границы другого государства. Его не встречают цветами. Что он несет сюда? Освобождение от фашизма? А возникает вопрос, а кто просит его освободить? Это наша страна, наши правила. Поэтому здесь его встречали не цветами, а свинцом. Фолькштурм, отравленные колодцы, отравленные продукты. Каждый дом – это был опорный пункт. По некоторым подсчетам, каждый пятый участник боев в Восточной Пруссии остался здесь навсегда. Вы смотрите, у нас в каждом крупном населенном пункте огромные братские захоронения. А этот подернутый паутиный памятник рассказывает о другом периоде военной истории. В периоде наполеоновских войн. В 1807 году на территории современной Калининградской области объединенная российско-прусская армия в битве при прессе Шеллау впервые заставила Наполеона отступить. Здесь была одержана стратегическая победа над войсками Наполеона. Именно после этого сражения была учреждена высшая солдатская награда – Георгиевский крест. Французы потеряли безвозвратно при Элау 2711 человек. Каждый десятый из них носил офицерский мундир, были офицеры. Судьба делала знаки Наполеона здесь, при Элау. Но, видимо, он их не распознал. И через пять лет погубил свою армию в России. Потому что здесь был тот же противник, те же генералы. Здесь же был Барклайд и Толик, Ермолов, Тучков, Кутайсов, Платов, Докторов и Петр Иванович Багратион. Вот почему не случайно, когда город прессе Шеллау вошел в состав нашей страны, переименовочная комиссия указала предложение только одно – Багратионовск. И 7 сентября 1946 года прессе Шеллау был переименован Багратионовск. Город Калининград. До 1946 года Кенигсберг. Основанный орденом тефтонских рыцарей в середине XIII века, сегодня он несет в себе черты двух культур – немецкой и советской. Но в последние годы в нем все заметнее проявляются черты культуры российской. Кафедральный собор Христа Спасителя был заложен в 1996 году в присутствии первого президента России Бориса Ельцина. И вот Ельцин пришел, и вот это дало некоторый шаг, чтобы все-таки это место передали, дали нам. И начались строительные работы. Правда, они очень тяжело и трудно шли. Очень тяжело. Было момент, особенно в 2000 году, когда вот это после кризиса, кажется, что даже работа приостановилась. Но потом патриарх, митрополит тогда, очень активно он участвовал в строительстве с храмом. Он пробивал пороги, упрашивал, встречался с министерствами, с губернаторами. Благодаря именно только митрополиту, то есть нынешнему патриарху, что он построен. Он, видимо, так не случайно назван храмом Христа Спасителя. Дело в том, что как раз и взяли по образцу храма Христа Спасителя Москвы, и оттуда привезли земельку и заложили именно в основание капсулу нашего храма Христа Спасителя. Я обратил внимание на две иконы, которые в иконостасе стоят. Спасителя и Божьей Матери. У ног Спасителя изображена Москва, а у ног Божьей Матери Кёнигсберг. Да, да, да. Именно вот как раз по благословению патриарха это так писалось и иконой. Кёнигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР после Великой Отечественной войны. Но еще в XVIII веке, в ходе Семилетней войны, над Кёнигсбергом четыре года развивался российский флаг. С того времени ведет свою историю знаменитый Мемельский иконостас. Он был изготовлен по указу императрицы Елизаветы в Петербурге для нужд, действующих в Прибалтике российской армии. После ухода армии из Восточной Пруссии иконостас остался в Мемеле, в современной Клайпиде. Затем он был отправлен в церковь при российском посольстве в Стокгольме. В конце XIX века там построили новый храм, иконостас не подходил для него по размерам, и его переправили в Гамбург, посвященный там Свято-Николаевский храм. В конце XX века Никольский храм обветшал, и иконостас вновь вернулся в Россию. Совершив таким образом длительное путешествие вокруг Балтийского моря, он оказался в нижнем храме Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда. А рядом с этой старинной святыней кипит молодая жизнь. В православной гимназии, расположенной напротив храма Христа Спасителя, по случаю окончания учебного года, проходит праздничный концерт. В выступлениях учеников неподдельный смех и неподдельные слезы. Гимназии всего два года. В ней основы православной культуры интегрированы в предметы гуманитарного и естественно-научного цикла. Гимназия пока единственная в епархии, но основы православной культуры уже широко представлены во многих школах Калининградской области. У нас буквально 23 тысяч детей обучают основы православной культуры. В обычных государственных школах? Да, в обычных государственных школах. То есть у нас в этой области, я думаю, что будущее есть большое будущее. Раз столько много молодежи у нас. Детские лагеря у нас только за летний сезон. Вот в прошлом году тысячи, тысячи тридцать, по-моему, тысячи, вот так, тысячи тридцать человек прошли, прошли это, прошла смена такая. И, во-первых, мы много детей берем из неблагополучных семей. Священник Константин Киосиф – один из тех клириков епархии, кто как раз занимается с детьми из неблагополучных семей. Вот уже пять лет он приходит в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Насколько вы выкладываетесь при жизни, насколько вы вкладываете душу в других людей, вот настолько и в вас будут вкладывать душу. Будьте равнодушны, будьте легкомыслны по отношению к другим, и к вам также будут. Поэтому есть смысл помогать. Разговор с несовершеннолетними правонарушителями редко бывает простым. Оказавшись в местах заключения, подростки быстро впитывают в себя блатной жаргон и враждебный взгляд на окружающий мир. Отец Константин пытается не дать им закостенеть в этом и показать, что мир может быть другим. Мало сказать правильные вещи, нужно и даже мало убедить. Нужно сделать все, чтобы это их мыслью стало, чтобы вот эта правильная мысль стала их. А для этого нужно пройти через путь сомнений. Он всегда повторяет, что чужих детей не бывает. Какими бы они ни были у нас здесь, отступившимися, где-то кому-то не хватило теплоты, родительской любви или еще что-то, мы с вами должны им в этом помочь. Никита Малышев в Центре временного содержания в первый раз. В первый раз он поговорил и со священником. Он общительный, понимает нас, дает советы, чтобы мы не шли по этой ступени дальше, а заканчивали. Вот что-то сделали и все, хватит. Действительно видно, что ребята доверяют отцу Константину. Может, секрет этого доверия в том, что он отец не только по сану. У молодого батюшки пятеро детей, один из которых приемный. Он уже у нас где-то с 2004 года проживает, то есть уже шесть лет. И вот два года из них были такие сложные периоды, были разные искушения. Но с Божьей помощью уже года два мы не слышим, не знаем об этом ничего. И слава Богу. Служение отца Константина вряд ли стало бы возможным без помощи его супруги, матушки Валентины. Вместе они закончили Смоленскую духовную семинарию, где Валя училась на регента. Вместе приехали в этот самый молодой регион России, чтобы служить Богу и растить детей. Прежде всего хочется, конечно, воспитать достойных людей, со справедливым отношением к другим людям. С правильным отношением к жизни, то есть чтобы приоритет, допустим, духовных ценностей был перед материальными у детей. Чтобы, ну, учились относиться вообще с уважением ко всем. И, конечно же, веру воспитать. У нового поколения калининградцев есть возможность воспитывать детей в православной вере. А в послевоенные годы, когда сюда стали приезжать первые переселенцы, в основном они были из Центральной России и Белоруссии, здесь не было ни одного храма. Чтобы покрестить детей, помолиться, верующие ездили в Литву. 25 лет тому назад был в область назначен молодой, энергичный архиепископ Смоленский-Вязамский Кирилл, который впервые приехал сюда, в Калининград. Люди впервые увидели живого священника. И на вокзале некоторые из любопытствующих даже хотели притронуться к его бороде, что настоящее или ненастоящее. И когда совершали богослужение в одном из маленьких храмов, даже не храмов, даже молитвенных домов, и люди, когда нужно было голову преклонить или осенить среди крестными знаниями, люди ничего не знали. Креститься не умели. Да, креститься не умели, да. Поэтому все нужно было учить сначала. Первый приход Русской Православной Церкви в Калининградской области был зарегистрирован только в 1985 году. 40 лет прошло после окончания войны. 40 лет верующие безрезультатно просили власти открыть храм и каждый раз наталкивались на сопротивление чиновников, борющихся за звание единственного атеистического региона в России. Вскоре после регистрации первого прихода в Калининград приехал архиепископ Смоленский-Вяземский Кирилл. На месте, где власти разрешили открыть приход, находились руины кирхи и огромная куча мусора. И там была мусорная, где сбрасывали все. Там было немецкое кладбище. То есть было страшное поругание. И вот тогда, конечно, показали архиепископу Кириллу, и он сказал, берем. И даже смеялся первый секретарь, говорит, что 40 лет они просили, 40 лет будут отстраивать этот храм. Но народ, такая была подвига людей, что они все бабушки, молодые, все шли после работы и трудились, очищали, до сих пор оставались фотографии, вспоминая тех людей, которые общался с ними, как они трудились усердием, чтобы этот храм отстроить. И храм был отстроен за один год. Храм осветили во имя освятителя Николая. Кстати, в 13 веке первый храм Кенигсберга также был назван в его честь. В наши дни вокруг Никольского храма образован женский монастырь, а Николай Чудотворец – небесный покровитель города. Всего в Калининградской епархии сегодня насчитывается 4 монастыря и 105 храмов. Багратионовск – это один из наших первых храмов в традиционном стиле. Очень красивый храм, вера, надежда, любовь и матери Софии. И поэтому, когда построили этот храм, очень многие калининградцы стали ездить туда, венчаться, креститься. Но сейчас-то у нас очень много храмов таких. Потому что патриарх говорит, что надо уже строить такие свои храмы в нашем традиционном стиле. Потому что все-таки трудно восстанавливать. Легче построить, нежели восстановить. Потому что здесь много еще препятствий со стороны надзорных органов. Чтобы восстановить какую-то кирху, это надо много пройти этапов, трудностей. Поэтому легче построить новый сегодня. Новый храм строится сегодня в Балтийске. Это крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море и второй центр епархии. Храм посвящен Федору Ушакову. Сейчас корабли идут в дальний поход. И перед выходом всегда батюшка приходит на корабль, читает молитву. И после этого корабль идет на решение апостальной задачи. Недавно мы завершили крупные учения Запад 2009. Так вот, в ходе подготовки этих учений, практически во всех соединениях, которые принимали участие в учении, присутствовала икона Иверской Божьей Матери. В центре города, недалеко друг от друга, находятся две святыни балтийских моряков, действующий морской собор и музей истории Балтийского флота. Морякам Балтийского флота приходится выходить не только в учебные походы, но и выполнять боевые задания. В декабре 2008 года сторожевой корабль «Неустрашимый» взял под свою охрану караван из восьми российских торговых судов. В Аденском заливе им пришлось столкнуться с сомалийскими пиратами. Пираты были взяты в плен, а их пиратская лодка теперь экспонат в музее Балтийского флота. Мы на эскадренном миноносце «Беспокойный». Заместитель командира корабля Павел Лукьянов рассказывает об истории миноносца и его боевых характеристиках. Перед вами главный ударный комплекс корабля, противокорабельный комплекс «Москит», предназначен для поражения надводных кораблей противника. Восемь ракет, счетверенный контейнер. Комплекс тоже уникальный, дальность полета ракеты до 100 километров. Сама ракета низколетящая, поэтому тяжело обнаружить и поразить ее противоракетными комплексами противника. Российский корабль никогда ни перед кем, ни перед каким врагом не спустит Андреевский флаг. То есть это на самом деле так и есть, и одна из традиций военных моряков России. На эскадренный миноносец «Беспокойный» нас привел руководитель отдела епархии по взаимодействию с вооруженными силами Игумен Сафроний. На таком корабле мы впервые, а для него посещение военных моряков – каждодневный труд в течение 20 лет. Знаете, в чем проблема молодости, а, мальчишки? Ну, в чем проблема молодости? Быстро проходит, дорогой мой. Ну, да, да, да. Вот, я бы хотел сейчас быть молодым, а не получается. Мне 54 года, потому что я уже перевалил за полтинник. А мне, конечно, с радостью видеть вас, сильных, красивых, способных защищать Отечество, любить Отечество. Это здорово. И вот так, беседуя, после беседы общий командир по просьбе матроса пригласил меня в каюту, мы поговорили, и в разговоре я понял, что девочка бросила его, написала письмо негативное, и он уже был готов, значит, в общем-то… На крайний шаг. Да, на крайний шаг. И когда мы с ним говорили очень долго, командир это понял, и как бы нас не беспокоило, и для меня огромное счастье сегодня. Я получаю письмо от этого человека, и он с благодарностью говорит, батюшка, вот именно вам я обязан, что я сегодня живу, сегодня я создал семью, двое деток у него. Вот, я считаю, что я, даже если бы спас одного человека в свои 20 лет, я выполнил, наверное, свое предназначение здесь, находясь на Балтийской флоте. Церковь и армия на протяжении столетий были вместе. Не стали исключением и годы Великой Отечественной войны. Здравствуйте, товарищи! Равнись! Николай Александрович Цицеров. Он один из тех, кто вынес на своих плечах победу над фашизмом. Ему 94 года. В чем секрет вашего долголетия? В долголетии секрет, я считаю, только то, что я хожу в храм. Каждый день? Да. Даже два раза. Николай Александрович начал войну в 41-м году под Москвой. На вопрос, как смогли защитить столицу, когда враг был уже в 20 километрах от нее, отвечает категорично. Никто не хотел сдавать. Вот я сколько был в нашем 504-м батальоне. У нас только одни разговоры были. Любой ценой мы, пусть башка наша ляжет, но к Москве не пустим. Николай Александрович – сын священно-мученика. Его отец, Александр Цицеров, служил благочинным Звенигородского округа. Все знали, что его можно позвать соборовать и причастить больного в любое время и в любую погоду. Отца Александра любили и предупредили о готовящемся аресте. Посоветовали уехать. Он сказал, о чем я виноват. Мы с ним так говорили. Действительно, о чем виноват. Он говорит, никуда я не пойду. Ну, я остался там, и оттуда его потом уже взяли. Священника Александра Цицерова приговорили к 10 годам заключения. Через два года, в 1939 году, он скончался в лагере НКВД и погребен в безвестной могиле. Как и отец, не оговоривший на допросах себя и других, его сын Николай никогда не скрывал, что он из семьи священника. Я не боюсь этого нисколько. То, что есть, как было, так пожалуйста. Николай Александрович, спасибо вам за все. Спасибо вам большое. Знакомство с таким человеком, как Николай Александрович, напомнило знаменитые слова. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Звездное небо надо мною и моральный закон во мне. Эти слова принадлежат немецкому философу Эммануилу Канту, жившему в Кенигсберге в XVIII веке. Он похоронен у Кафедрального собора Кенигсберга в профессорском склепе. Герой романа Михаила Булгакова, поэт Иван Бездомный, хотел сослать Эммануила Канта на Соловки. И понятно почему. Великий философ учил, что в каждом человеке должен действовать нравственный закон, идущий от Бога. Кант говорил, всегда поступай с человеком так, чтобы относиться к нему как к цели, и никогда как к средству. Этих маленьких калининградцев мы снимали в доме ребенка в один из самых важных моментов в их жизни. Момент Святого Крещения. В этот день здесь крестили Кирилла, Сергея, Даниила, Кристину и Ангелину. Настоятель Покровского храма, отец Вадим, приходит сюда не в первый раз. Дружба у нас уже многолетняя. Помимо крещения детей, церковь оказывает и православное просвещение наших сотрудников в плане гуманного отношения к детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В доме ребенка бывает не только священник. Прихожане Покровского храма считают это своим делом. И приходят сюда, собирают деньги, покупают недостающие медицинское оборудование, подгузники. Вот эту прекрасную детскую площадку тоже построили на пожертвования. У вас очень-очень разнообразная деятельность, и воинские части, и хосписы, дом ребенка, и пограничные войска, и много-много другого. Скажите, вот с чего все началось? Как это все вдруг заработало у вас? Ну, не вдруг, не сразу. То есть пришлось, конечно, очень много потрудиться, было очень много препонов. Далеко нас не везде звали и приглашали, и ждали. То есть где-то потихоньку приглашали сами, сами ходили. Давайте мы вместе, совместно с вами проводить такую работу социальную. Вот в тех же тюрмах. Многие даже как в тюрмах говорят, говорят, зачем вы сюда приходите, что вы их жалеете. У нас большая тюрьма есть, тюрьма строгого режима, там находится у нас молитвенная церковь, домашняя церковь, домовая. Там большой приход у нас, очень большой приход, хороший приход. Есть свой староста, усилиями заключенных сооружена была эта домовая церковь. Вот, они тоже спрашивают, зачем вы сюда приходите, то есть жалеете. Ну, знаете, если у кого-то что-то в голове доброе останется в сердце, то ради Бога, ради этих двух мы и приходим. В Калининграде отец Вадим с 93-го года и помнит то время, когда на священника смотрели, как на инопланетянина. О духовных корнях людям отец Вадим старается напоминать всеми возможными способами. Например, под иконами в храме разместил таблички. На них краткое житие святого и молитва ему. А свое увлечение игрой в хоккей рассматривает еще и как возможность для проповеди. Через хоккей многие люди приходят в храм. Очень многие и крестятся, и венчаются, и на исповедь, на причастие приходят. Отец Вадим играет в одной команде с губернатором Калининградской области Георгием Баосом. Эта команда считается здесь одной из лучших. Георгием Ильичем, здравствуйте. В вашей команде играет священник-отец Вадим. Скажите, пожалуйста, какой он товарищ по игре, по команде? Ну, во-первых, он в принципе человек ответственный. И я бы сказал так, он человек добрый. Он добрый по натуре, в своей внутренней натуре. Церковь – ваш надежный товарищ в вашей деятельности? Конечно, надежный. Церковь призывает их к добру, к служению, к милосердию, к совести. Скажите, а в чем своеобразие вот той области, в которой вы губернатор? Поторвана эта стальная территория России, в окружении стран НАТО. Здесь, конечно, особенно важно, чтобы русский дух и чувство патриотизма наших граждан жили все время. Жители Калининградской области чувствуют себя неотъемлемой частью России, ее культуры, ее истории. И эту связь они обретают сегодня в православных храмах, которых становится все больше и больше на этой земле. Наш рассказ о Калининградской епархии подошел к концу. Но путешествия православной энциклопедии будут продолжаться. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok